Случаи детского суицида в Иркутской области, увы, не редкость. Обычно всплеск попыток самоубийства регистрируется весной перед экзаменами и летом на каникулах. В этом году ситуация изменилась. Максимальное количество суицидальных случаев произошло в октябре и ноябре. В причинах разбиралась Ольга Харнутова. Быть подростком непросто. Они только учатся преодолевать трудности. Некоторым настолько тяжело воспринимать жизнь, что они спешат поскорее с ней покончить. С начала года в Прибайкале больше ста школьников пытались покончить с собой. Некоторым из них все-таки удалось добиться своего. Психика некоторых подростков так же неустойчива, как и эта игрушка. Чаще всего причиной тому служат семейные конфликты. Именно из-за них в Прибайкале только в этом году 42 школьника хотели совершить суицид. Пятерых спасти не удалось. А еще детей приводит к самоубийству неразделенная любовь и разногласия с друзьями. Всего с января по этим и другим причинам с жизни попрощались 15 подростков. В прошлом году таких случаев было 26. Все эти цифры лежат и на столе у детского омбудсмена по Иркутской области. К сожалению, попыток суицидальных не уменьшается. Если в прошлом году их было 110 за год, то сейчас уже 101 попытка. Даже есть случаи, когда они это делают парами. Есть случаи, когда это совершенно маленькие детки, чуть больше 10 лет. Один из последних случаев попытки суицида закончился трагедией. Меньше чем неделю назад в Золаринском районе семиклассница бросилась под поезд. Девочка умерла на месте. В последние два месяца в Прибайкале фиксируют всплеск детских самоубийств. Все эти случаи изучают в Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, чтобы в последующем предотвратить похожие инциденты. В октябре 4 завершенных суицида, в ноябре 2 завершенных суицида, в декабре завершенный суицида, 2 декабря. Возможно, это связано с тем, что дети длительное время находились на дистанте. То есть, все равно ситуация с коронавирусом внесла какую-то свою лепту в то, что дети мало общались друг с другом. В большинстве случаев подростки готовятся к самоубийству заранее, дарят свои вещи родным и друзьям, наносят себе повреждения, например, режут руки, прячут веревки, ножи. Нередко напрямую говорят, что не хотят жить. Главное – поверить школьнику, ведь часто взрослые не воспринимают всерьез проблемы несовершеннолетнего. И помните, что предотвратить даже мысли о суициде можно, если уделять своему ребенку достаточно внимания. Ольга Харнутова, Виктор Черкаша, Новости по будням.